Креатин является важным элементом для организма. По своей сути, это азотосодержащая карбоновая кислота. Прежде всего, это источник энергии. Основным свойством вещества является насыщение клеток молекулами воды. В этом видео мы расскажем, что такое креатин и как его принимать, а также побочные действия и польза для человеческого организма, а также ответим на популярные вопросы. Так что рекомендуем досмотреть это видео до конца, будет очень познавательно. Друзья, по статистике 99% зрителей смотрят наше видео без подписки, поэтому подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Ваша поддержка очень мотивирует на создание других полезных видео. Креатин содержится в мясе и рыбе, а также частично синтезируется из аминокислот. Согласно оценкам специалистов, дневная норма для атлета составляет 2-4 грамма. Отметим, что получить такое количество вещества с обычной пищей, в сутки необходимо есть не менее 200 грамм говядины или другого красного мяса, что довольно сложно. К тому же это приведет к дополнительной нагрузке внутренних органов, которые получат не чистую энергию, а целый набор белка и жиров. Потому креатин рекомендуется абсолютно всем спортсменам. Тем более, что его легко приобрести, а цены на него вполне доступны. Особенно популярна эта спортивная добавка среди представителей силовых и скоростных дисциплин. Они отмечают существенное влияние максимального веса для жима, количество повторов и пиковой скорости за короткий период. Зачем нужен креатин? Именно это вещество помогает нам справиться с болью и физическим дискомфортом. Кроме того, элемент способствует укреплению суставов и сухожилий и восполняет запас энергии. Употребление креатина оказывает воздействие на силу и выносливость. При тяжелых тренировках организм прежде всего обращается именно к этому источнику энергии. Таким образом экономится АТФ и гликоген, что увеличивает силовые показатели и позволяет скорее перейти к увеличению нагрузки. Большая эффективность наблюдается на примере кратковременных спортивных показателей. Объем мышц. При постоянном приеме креатина мускулы увеличиваются и приобретают округлость за счет накопления жидкости в клетках. При этом происходит прирост исключительно сухой массы без жира. Темпы восстановления и роста мышечной ткани. Элемент повышает качество питательной среды мышц, тем самым обеспечивая запас гликогена и строительного материала. Сосуды. Употребление данного вещества способствует снижению уровня холестерина, что препятствует возникновению инфаркта, миокарда и других сосудистых заболеваний. Сердце. Креатин естественным образом регулирует правильный ритм сокращений. Добавка помогает избежать разрушения мышц во время сушки. Для похудения ее можно использовать с той целью, чтобы увеличить интенсивность тренировок. В противном случае для жиросжигания она бесполезна. Несмотря на то, что действие вещества связано с выработкой тестостерона, женщинам его употребление не запрещено. Однако результат не так хорош, как у мужчин. Креатин – это натуральный источник энергии, который не является допингом, а поэтому используется и в командных видах спорта. Опасен ли креатин? Противопоказанием к применению добавки является беременность. Детям, астматикам, аллергикам, диабетикам и людям с почечной недостаточностью следует предварительно проконсультироваться с врачом. Побочных эффектов от потребления за всю историю препарата не выявлено. Это неудивительно, поскольку само по себе вещество является натуральным. Как правило, его излишки выводятся из организма, не оказывая пагубного влияния на внутренние органы. Однако существенное превышение нормы может вызвать ряд негативных последствий, таких как отеки, дегидратация, пищеварительные расстройства и судороги. Все эти проявления встречаются крайне редко и предотвращаются незамедлительно при отказе от средства. Они могут быть связаны и с использованием просроченного продукта. Основные условия для комфортного употребления средства. Активный образ жизни или наличие постоянных тренировок, а также прием воды в достаточном количестве. Кроме того, многие добавки наряду с креатином содержат ряд других веществ, поэтому нужно внимательно изучать состав спортивного питания перед покупкой и отдавать предпочтение надежным маркам. Недостаток креатина в организме грозит замедлением физической активности. При отсутствии физических нагрузок потребность в веществе может возникнуть у вегетарианцев. Вопреки распространенным мифам, употребление добавки никак не влияет на репродуктивную функцию. Как правильно принимать креатин? Ежедневная доза составляет 3-5 граммов. Речь идет о моногидрате креатина – наиболее эффективной добавке с самым высоким содержанием этого вещества. Она может иметь форму порошка, таблеток или капсул. Данное соединение также часто входит в состав предтренировочных комплексов. Потому, если вы используете один из них, вполне возможно, что вам не нужно ничего приобретать дополнительно. Рекомендуется осуществлять прием креатина на голодный желудок. Например, сразу после тренировки. Попадая в организм, в процессе переваривания другой пищи вещество может разрушиться, не выполнив конечной цели. Также нейтрализовать действие препарата могут кофеиносодержащие продукты. В дни между тренировками, питаясь каждые 2 часа, уместно выпить порцию перед одним из приемов пищи. Креатин хорошо растворяется в теплой воде, соке и молоке, поэтому уместно добавлять его в протеиновые коктейли. Интересная особенность креатина. Он лучше усваивается при повышенном уровне инсулина, поэтому желательно употреблять его с быстрыми углеводами. А это в основном сладкое, которого все люди, следящие за своей фигурой, боятся как огня. В качестве более полезного заменителя можно использовать мед и патоку. Кроме того, многие креатиновые средства уже содержат в своем составе глюкозу. Как выбрать креатин? Со временем популярность добавки только увеличивается. Приобрести ее можно в любом специализированном магазине. Если вы решили купить креатин, то имейте в виду. Наиболее эффективными считаются препараты из США и Германии. Для новичков лучше подойдут таблетки. От формы выпуска добавки, то есть батончик это порошок или капсулы, эффективность средства не зависит. На упаковке обычно есть инструкция по применению. Если она отсутствует или изложена на неизвестном вам языке, то обратитесь к консультанту магазина или вашему тренеру. Креатин является полезной и довольно сильно действующей добавкой, поэтому нужно ответственно подойти к ее покупке и применению. Правильное употребление позволит вам добиться впечатляющих результатов в короткие сроки. А сейчас мы постараемся ответить на часто задаваемые вопросы о креатине. Поехали! Помогает ли креатин набрать мышечную массу? Да, помогает, по причинам уже описанным выше. Действует совокупность факторов, увеличивается сила и, как следствие, эффективность тренировок. Задерживается вода в мышцах, повышается секреция анаболических гормонов. Кроме того, креатин служит буфером молочной кислоты, ускоряя таким образом посттренировочное восстановление. Нужно ли принимать креатин во время сушки? Да, прием креатина во время сушки целесообразен, поскольку он способствует сжиганию жира, помогает сохранить силовые показатели во время безуглеводной диеты. Положительное влияние креатина на набор мышечной массы уменьшает риск посыпаться во время сушки. Многих настораживает гидротация мускулатуры в период приема креатина, но бояться этого не стоит. Накопление воды в мышцах улучшает их внешний вид, делает их более наполненными и детализированными. Кроме того, вода делает мышцы более эластичными, а это страховка от травм. Правда ли, что креатин задерживает в организме воду? Да, это абсолютная правда. Об этом мы уже рассказывали выше. Молекулы креатина связывают воду, благодаря чему некоторое ее количество накапливается в мышцах, сливаясь за несколько суток после прекращения приема креатина. Обычно в сознании обывателей задержка воды связана с нездоровым отечным видом человека и мешками под глазами. Для мускулатуры умеренное накопление воды под воздействием креатина идет только на пользу. Мышцы становятся сильнее и эластичнее, приобретая рессорный эффект при резких нагрузках. Улучшается и внешний вид мускулатуры. Нужно ли делать перерывы в приеме креатина? Перерывы в приеме креатина не являются строго обязательными, но тем не менее они желательны, чтобы минимизировать теоретический риск побочных эффектов и сохранить восприимчивость организма к креатину. Можно принимать креатин 1,5-2 месяца и затем делать перерыв в 2-4 недели. Нужно ли принимать креатин новичкам? Да, новичкам целесообразно принимать креатин. Это поможет им быстрее достичь физических кондиций продвинутых атлетов. Исключение можно сделать разве что для первых 2-3 месяцев тренировок, так называемого периода нейрологического освоения. Начинающие в это время и так растут практически при любой системе тренировок и любом питании. Пока нейрологическое освоение не прошло, начинающий атлет все равно работает не в полную силу, соответственно дополнительный креатин ему просто не понадобится. Нужно ли принимать креатин девушкам? Девушки могут также принимать креатин, как и спортсмены-мужчины. Никакой принципиальной разницы в воздействии креатина на женский и мужской организмы нет. В силу различий телосложения, потребность в креатине у девушек ниже, чем у мужчин. Также наблюдается несколько меньшая эффективность, если речь вести именно о спортивных результатах. Ну и конечно, следует воздержаться от приема креатина в период беременности и кормления грудью. А вы используете креатин? Какие изменения после приема удалось заметить? Поделитесь с нами в комментариях. Друзья, мы рекомендуем вам посмотреть другое наше видео о витаминах для роста и восстановления ваших мышц. Оно появится у вас на экране, а также ссылку на него я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеемся, было интересно. Если понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Дальше будет много полезной информации. До новых встреч!